И на связи со студией проекта Freedom Олег Жданов, военный эксперт. Здравствуйте. 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 Вот сегодняшний ракетный удар по столице. Уже известно, что россияне ударили с Каспийского моря. Что стоит за этим обстрелом? Вот это может быть как-то связано с саммитом Большой Семерки, который начался в Германии? Не только саммитом Большой Семерки. И саммитом Европейского Союза, который нам дал статус кандидата в члены Европейского Союза. И саммитом НАТО, который должен огласить о широкомасштабной программе перевооружения вооруженных сил Украины. Ну и, естественно, это связано с теми военными успехами, которые мы за последнюю неделю добились на различных направлениях нашего фронта в борьбе с российскими оккупантами. Дело в том, что Россия не может на сегодняшний день на линии фронта ни на одном направлении резко эскалировать ситуацию. У них уже не хватает сил. Поэтому нанести массированный ракетный удар они еще могут. Вот что они и делают. Ну да, вот сегодня же ударили по Черкасам, Харькову, ночью по Ровенской области. Вот по этим регионам зачем бьют? Это чтобы всю страну держать в напряжении? Запугать? Да. Они специально применяют ракеты дальней дистанции, дальнего радиуса действия для того, чтобы запугать всю страну. И попытаться сломать нас как нацию. Чтобы мы согласились на переговоры, допустим, и приняли условия той капитуляции, которую будет нам предлагать Российская Федерация. После захвата Северодонецка российские войска сосредоточили свои усилия на захвате Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Чего ожидать на этом направлении в ближайшее время? Ну, в ближайшее время, я так понимаю, что будут ожесточенные бои, и мы будем пытаться удержать Лисичанск. Ну, там они атакуют с двух сторон. С севера могут атаковать и с юга. Потому что с востока там город закрывает река и довольно широкая пойма. А в связи с тем, что город находится на высоком берегу реки, то подойти с этой стороны к Лисичанску будет практически, для российских войск будет практически невозможно. Поэтому мы будем, в следующей неделе будут ожесточенные бои за сам город Лисичанск. Вчера в интервью одному из телеканалов вы говорили о, возможно, последнем, по вашему мнению, масштабном наступлении России в Украине. Но вот это как раз о том, что сейчас происходит на Донбассе. Вы считаете, что после вот этого очередного наступления они все-таки выдохнутся? Да, я думаю, что выдохнутся. Почему? Потому что сейчас вокруг Лисичанска, ну вот на этом участке, на Луганском направлении, сейчас сосредоточено больше половины всей группировки российских войск, которые находятся на территории Украины. Вот такие усилия они предпринимают. Но ввода в бой новых резервов пока не ожидается. Мы не видим их формирования. Единственное, что сейчас Белоруссия подключилась очень активно и начинает передавать технику вооружения и боеприпасы. Да, вчера была информация, что они вывозят боеприпасы с территории Белоруссии как раз. Вот они, и Беларусь приступила к снятию техники с хранения. Скорее всего, Россия будет решать вопросы за счет Белоруссии пополнения техникой. Ну, по личному составу у них пока хватает на восполнение потерь. То есть они его не готовят, не формируют из него новые БТГ, они просто отправляют их на фронт для пополнения потерь. Ну, вот об этом хотелось тоже вас спросить. Как раз вот сейчас в стане врага проходит скрытая мобилизация. Об этом сообщил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. Речь, как я понимаю, идет о массовом найме контрактников в депрессивных районах страны, когда завлекают на войну денежным содержанием порядка 10 раз выше средней заработной платы. Пишут о цифрах в 200 тысяч рублей. Хватит ли таких добровольцев пополнить резервы? Или все-таки Путин, по вашему мнению, решится объявить мобилизацию? Нет, мобилизацию он не решится объявить. Они немножко пошли даже другим путем. Сейчас они уже пошли в найм через частные военные компании, через вот эти охранные фирмы, официально у них зарегистрированные. Вот они сейчас формируют 3-й армейский корпус танковый в Мулино на базе 1-й танковой армии. Так вот там корпус будет состоять в основном из наемников. Уже они подняли до 350 тысяч денежное содержание. Они понимают, что самая мотивированная пехота – это наемники. Но посмотрим, как хватит ли у них. Они планируют закончить его формирование где-то к середине августа. Но посмотрим, насколько хватит у них ресурсов. А насчет мобилизации, смотрите, Путин уже стал заложником собственной пропаганды. Уже не он руководит пропагандой, а пропаганда руководит им. Почему? Потому что российская пропагандистская машина создала эйфорию победы, «завтрашней победы», в кавычках. Что все идет по плану, и вот сегодня-завтра еще одно усилие. И вот в этой угаре победобесия представьте ситуацию, что выйдет Путин и скажет, что нет, ребята, у нас не получилось, вот все берем весь мешок и идем в военкомат. Это будет социальный взрыв для Российской Федерации. Поэтому я думаю, что они сегодня заложники своей пропаганды, они не могут, они даже побаиваются ввести военное положение, объявить мобилизацию в приграничных с Украиной областях. Хотя теракты устраивают и дегуманизируют Украину регулярно. Ну, они будут противоречить сами себе. С одной стороны, они называли войну спецоперацией, а теперь оказывается, что это полноценная война на самом деле. Война, да. Вот такая вот они, да, они сами себя загнали в глухой угол. Вот один из чиновников Совбеза, такой вопрос еще, сказал, что сегодня вооружение в Украину поступает с невиданной скоростью. Причем многие образцы буквально сразу вступают в бой с врагом. Вот сейчас мы хотим показать вам, как работает данный передовой по противнику долгожданные реактивные системы залпового огня М142 «Хаймарс». Это видео опубликовал главком ВСУ «Залужный». Вот как оно работает сейчас. Мы видим старты. Как по-вашему, сколько может понадобиться времени, чтобы насытить войска техникой, создать резервы, выйти на огневой паритет и начать все-таки контрнаступление? Я думаю, что в принципе это можно было бы сделать и за месяц при интенсивности поставок, соответствующей интенсивности. Но, к сожалению, пока объемы поставок только желают быть лучше. Мы постоянно же ведем переговоры с нашими партнерами об увеличении и об ускорении поставок. И долгожданный ленд-лиз, он еще не начался. Поэтому мы не можем ощутить на сегодняшний день массированности и быстроты этих поставок. Надеемся, что буквально в эти дни они все-таки решат эти вопросы. И вот этот месяц мы продержимся и дальше все-таки пойдем в контрнаступление. Я хотел бы еще вернуться вот о Белоруссии, о которой вы уже упомянули. С ее территории, с ее воздушного пространства враг обстреливает наши города. Но вот Лукашенко пока воздерживается от вступления в войну на территории России. Сегодня многие эксперты говорят, что при всей его хитрости все-таки есть шансы, что Путину удастся, как говорят, дожать, сломать его сопротивление. Все-таки втянуть страну в войну. Какие ваши прогнозы? Думаю, что нет. Дело в том, что это, в принципе, пока Лукашенко не отдал приказ на наступление, то он до тех пор сохраняет и место свое в качестве, хоть и самого провозглашенного, но президента Белоруссии, и вообще свое физическое здоровье. Потому что после отдачи этого приказа он Путину больше будет не нужен. Он ему будет даже мешать скорее. Поэтому вполне возможно его физическое устранение. А также может быть социальный взрыв в плане антивоенных настроений в самом обществе белорусском и в самой армии. И это тоже может повлиять на его пребывание у власти и на его физическое состояние. Для него это крайне важно. Поэтому я думаю, что он даже отдает технику вооружения и боеприпасы, готов все отдать. Но он будет петлять, чтобы не вступить в эту войну. Думаю, здесь вы правы. Думаю, здесь вы правы, извините, что перебиваю. Вопрос в том, что если он передаст командование России, получается, зачем он нужен как верховный главнокомандующий? Он уже не командует своей армией. Действительно, он, получается, не нужен. Он становится, наоборот, он становится препятствием, абузой для того же Путина. И для того, чтобы ускорить создание, допустим, того же союзного государства, хотя бы юридически оформить. Вот две страны. Уже можно что-то оформлять. И тогда есть смысл, допустим, убрать Лукашенко и там Временное правительство или кто там его замещает, подпишет. Но вот, кстати, по формулировке, что Беларусь вступила в войну. И об этом надо говорить открыто, что она воюет с нами. Единственное, что еще не сделала Беларусь на сегодняшний день, это не ввела в бой свою армию. Я бы вот так вот ставил вопрос в отношении самой Беларуси. Согласен. Вот такой еще вопрос хотел вам задать. На юге страны украинские партизаны не дают покоя ни агрессору, ни коллаборанту. Вот совсем недавно взорвали одного из них. До этого расстреляли российских военных, которые собирались там пообедать, поесть шашлык в одном из кафе. На улицах того же Херсона постоянно появляются листовки. Вот сегодня в Голой пристани ночью появилась надпись на дороге «Вы соурядом, орки боитесь». Как по-вашему, враг понимает, что им все-таки недолго там осталось? Я думаю, что да. Вот этот рядовой состав, который отступает, вот спикер, который выступал передо мной, я слышал часть выступления, что, понимаете, выясняется то, что когда они наступали, захватывали, когда была возможность грабить, убивать, насиловать, вот это для них, для российских солдат, это, оказывается, есть мотивация высокая. А когда надо вести оборонительный бой и умирать за украинский Херсон, они не готовы к этому. И они чувствуют прекрасно, вот там, в самом Херсоне, текста стоит, в генеральном штабе не чувствуют. Они, как Путин говорит, операция идет по плану, и мы скоро пойдем вперед. А вот эти ребята, которые находятся в самом Херсоне, они прекрасно видят отношения местных жителей, они прекрасно понимают ситуацию, что не сегодня, а завтра им надо будет собирать вещи. И плюс к этому, вот, по перехватам, судя по перехватам, да, они жалуются, что им не выплачивают обещанные бонусы, и из-за этого идет очень сильная деморализация личного состава. Ну, как всегда, государство российское пытается бросить своих, в первую очередь, военных, а потом требует от них мотивации. Ну, а они тоже, вот этот трюк с прострелянными ногами из окопа, это же тоже попытка заработать на государстве. Он потом хочет получить 3 миллиона рублей, там они вроде должны выплачивать за ранение. Вот, так что у них борьба взаимная, или любовь взаимная, как они это называют, не знаю. Хотел вам еще такой вопрос задать. Появилась информация, да, о том, что Шойгу, министр обороны Российской Федерации, посетил, предположительно, Донбасс. Вот, командные пункты, командные центры какие-то, да, вот войск, которые, как они называют, проводят спецоперацию. Могли бы вы прокомментировать эту информацию? Зачем он это делает? Это связано со сменой генералов, которая прошла там, или связано с теми ударами, которые сегодня они нанесли? Нет, я думаю, что это, скорее всего, связано со сменой командующих. Вот этот генералитет, который они начали очень часто менять. И это, видимо, Шойгури в конечном итоге решил сам посмотреть, почему же операция буксует. Ну, согласитесь, 6 недель они штурмовали Северодонецк, положили кучу народа и получили полностью разрушенный город. Это не успех операции, это первая победа. Вот, наверное, поэтому и представить нового командующего, и разобраться, почему буксует наступление, почему они до сих пор не могут выйти на границы Луганской области. Это две причины, которые вполне возможно послужили поводом для приезда Шойгу в Украину. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Олег Жданов, военный эксперт, был на связи со студией.